Минимальную заработную плату в Казахстане будут рассчитывать по-новому. В следующем году она составит 85 тысяч тенге, но вероятнее всего затем еще поднимется. Иную методику расчета планируют разработать в Минтруда. В этом примут участие представители профсоюзов, ассоциации, работодателей и сами труженики. Основной посыл этой методики в том, что будет использоваться медианная заработная плата и производительность труда. То, чего не было до сегодняшнего дня. Соответственно, в зависимости от того, какая производительность будет в Казахстане, какая будет медианная заработная плата, и от этого будет зависеть минимальная заработная плата. По словам экономистов, в мировой практике минимальная заработная плата взаимосвязана со средней по стране и держится на таком уровне, чтобы обеспечить основные потребности населения. Оплатить комуслуги, купить продукты, лекарства и одежду. Сейчас МЗП в нашей стране в пять раз ниже средней зарплаты. 70 тысяч против 365. Прожить на нее практически невозможно. После внедрения новой системы расчета минимальная зарплата, вероятнее всего, повысится. Я думаю, привязка производительства труда тоже не должно в основном упортиться. В первую очередь упортно средним медианам. Даже половину, если взять средним медианам, то, что у нас больше 200, соответственно, средним медианам, минимальный зарплата будет около 100 тысяч, даже немного превысится. Это более-менее уже реальную картину может показать. Специалисты говорят, непонятно только как именно будут учитывать производительность труда. Эта цифра в разных сегментах экономики разнится. По словам экономиста Марата Абдурахманова, МЗП нужно рассчитывать из минимальных расходов в зависимости от региона и исходя из количества детей. Если на севере средний состав семьи – 3 человека, то в Шумкенте – 6, а значит и сумма должна быть больше. Заработная плата должна быть от 230 тысяч тенге в среднем по стране. Минимальная заработная плата. С учетом расходов на проживание, на жилье, на коммунальные услуги, расходы на детей и все остальное. При этом, говорят специалисты, в минимальную зарплату должны также закладываться расходы на оздоровление и не меньше 10% на сбережение, иначе люди продолжат жить в долг. Анастасия Новикова, Абзал Теребеков, информационная служба телекомпании «Отрар». КОНЕЦ С выиграл С об rabдами Редактор с «Отрар» Продолжение следует...